Ну что, ребятушки, по традиции еще у кого, всем отличного дня, на и прекраснейшего настроения, и сегодня у нас вот такая локация, по которой вы сразу можете сказать, да, снова начнет заниматься спортом, снова будет пытаться похудеть, но не в этот раз. Да, я этим хочу заняться, но сегодня будет рецепт, да, как ни странно для этой локации, но рецепт жиросжигающего супчика, супчика, который поможет вам, вот не делая прям экстремальной какой-то диеты и насилия над собой, за недельку сбросить килограммчик-полтора, может быть, все два. И при этом вы не будете заставлять себя питаться каким-то безвкусным песком или там, не знаю, чем еще, жить на одной воде, вы будете полноценно питаться вкусненьким супчиком, ну, чередуя его с некими другими продуктами, которые тоже входят в рацион людей, которые стремятся похудеть. Собственно, не буду более распаляться, встаю с этой скамьи и иду на кухню, где у меня, собственно, уже разложены все необходимые для супчика ингредиенты. Погнали! На кухне, как вы понимаете, ребятки, я уже все приготовил заранее, уже кипит водичка в кастрюльке, уже приготовлена большая сковородочка, уже наточен остроножек и, соответственно, разложены все продукты, которые потребуются нам для приготовления нашего жиросжигающего супчика. Давайте сразу начнем по продуктам, чтобы не терять времени, начну с самого такого ингредиента, который, ну, может у вас не оказаться. У меня тут 0,8 литра говяженького такого бульончика вкусненького. Если прям хотите супер-зож и супер-худеть на воде, ребят, на воде, я такой задачки пока не ставлю, поэтому для усиления вкуса взял практически литр говяжьего бульона, сваренного мною заранее. Далее, смотрите, синдерей, это синдереевый супчик у нас сегодня, и за полчасика до готовки возьмите вот такую пиалочку, нарежьте мелко стружкой и замочите в соевом соусе. Вот мои рекомендации, синдерей от этого только выиграет, ну, и, соответственно, ваш суп и вы. В итоге большая луковица, большая морковка, два брокколи, перчик, тут лавровый лист, два, наверное, стручка кинзы, кстати, синдерея, две вот этих вот, не знаю, два луча. Собственно, синдерейчик такой, сантиметров 30, два луча, вот я взял три картошечки, кастрюлька трехлитровая, соответственно, на каждый литр по картофану. И помидорка, соль, перец, чеснок, вот там лежит все по вкусу, я думаю, и это, и то, и то добавлю. В супчик у нас будет пюре, все овощи, кроме картошки, мы пробьем в блендере, и морковку, и лучок обжарим на сковороде без масла, без масла. Супчик зожный, поэтому никакой обжарки в масло, но само масло, само масло я добавлю грамм 20-25, потому что, ну, при любом зоже нам все-таки жиры важны, и отказываться полностью от них тоже вредно. Все, погнали готовить. Естественно, нашу готовочку мы начинаем с обжаривания овощей, остальные мы пока вариться не кидаем, чтобы все у нас готовилось равномерно. Соответственно, большими прям кусманами все рубаем, потому что мы это будем пробивать в блендере, и, ну, можно не мельчить, смысла никакого в этом нет. Ну что, как только все обжарилось, а обжарится оно быстро, не забываем комфорочку выключать, смотрите, вот она, красотень. Все, открываем крышечку и вываливаем наши овощи. Все, закрываем крышечку, пусть варится, пока не варится, режем остальные и закидываем сюда, хотя можно и не резать, мы же будем пробивать все. Сказал, не заморачиваемся с резкой и практически, ну, вообще не заморочился, подрезал, видишь, в итоге перчик, все, кидаем перчик, помидор срезал жопу, кожу, чтобы потом было легче снять. Я ничего больше, более с ним не резал, соответственно, брокколи в первозданном виде и заливаем прям соевым соусом наш сендерей. Все, оставляем все это дело на минут 20 потомиться. Для ускорения процесса я поставил рядом еще одну кастрюльку, в которую налил наш бульончик с лоровым листом и засыпал всю картошечку, которую, собственно, мелко вот так вот, видите, нарезал. Все, пусть это одновременно варится и, соответственно, когда наши овощи подойдут, картофан тоже уже будет практически готов. Спустя полчаса наши овощи полностью сварились с помидорки, как вы видели, я уже снял кожицу, картошечку перелил в другую кастрюльку, более привычную для меня, и приготовил блендер. Соответственно, что мы будем делать? Мы будем пробивать наши овощи. Итак, помидорка без кожи, давайте лучок, что попадется, сендерейчик. Много класть не будем, ибо хочется, чтобы наш блендер не заклинил. Все, давайте вот лучок еще, ну и маленькую мягонькую картошечку. Давайте попробуем пробить это все, потому что блендер я еще, честно говоря, вот этот не пробовал в деле. Как он будет, я не знаю. Ну, в целом, в целом, смотрите, в целом все отлично. Я думаю, можно даже и не вываливать, а можно просто добавить сюда овощей. Итак, последняя партия овощей готова, и, собственно, засыпаем ее и перемешиваем наш супчик. Все, перемешали, закрываем крышечку, и, ну, до готовности картошечки, наверное, варим. И плюс еще там минуток 5-7, ну, и тире, получается, еще варим минут 15. И, кстати, ребят, прежде чем ждать 15 минут, не забудьте, как я, положить в наш супчик специи и посолить его. Потому что я не только забыл вам это сказать, но и сделать это сам. Иначе у вас какой-то будет преснявый морковный супец, по факту. Я люблю поострее, вы сами контролируйте, сколько вам нужно специи. Вот теперь, я думаю, все отлично, и можно спокойно ждать 15 минуток и в конце добавить кинзы, которые мы уже, естественно, нарезали. Все, ждем. Ну что, ребятки, с пылу, с жару не стал вас более томить. Добавил свои кинзы, соответственно, маслица, о котором забыл сказать. Надеюсь, вы не забыли, 20 грамм налил, ну, просто вот для внешнего вида и аппетита. И уже две ложечки впорол, чуть обжелк язык, но ни в коем разе не жалею. Потому что это вот тот самый реальный зожный суп, который вот нужен к столу всех худеющих людей. Он просто необычайно вкусен, ну, и мне кажется, достаточно сытен, чтобы не есть его каждые 5 минут. Вот, давайте, рискуя снова обжечь язык, попробую еще раз. Друзья, почему я раньше такой не варил, не знаю, вот, ну, он просто супер. Очень вкусненький и, я думаю, легко собьет любой аппетит. То есть, на стадии худения нам важно выработать себе какой-то рефлекс, чтобы постоянно не бегать на кухню, к холодильнику или в какие-то закрома, где у нас спрятаны всякие вкусности и сладости и так далее. Вот, поел супчика такого и все. В принципе, ты бодр, сыт и готов покорять новые вершины какие-то спортивные. Там, пойти побегать или потягать штангу, и у тебя не будет упадка сил. Так что, варите, ребята, на здоровье. Рекомендую, просто вот, ну, вкус бомбический. Главное, ну, главное, сделайте все, как я сказал, и он будет очень вкусненький. Кстати, делайте на бульончике, на воде, мне кажется, он будет более пресноват, а вот бульончик, он не сделает погоды, по калориям, там, по всему, но... Ну, вот, с бульоном он супер. Кухня обо всем. Подписываемся, лайкаем, комментируем, на все отвечу, все приветствуется, ребят. Так, машу рукой, до новых встреч, худейте, готовьте вкусно и оставайтесь со мной, а я буду с вами. Пока-пока.